Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов, фотографов. Зислав Бекшинский, польский художник и фотограф. Родился на юге Польши 24 февраля 1029 года. После начала обучения архитектуры в Кракове в 1655 году вернулся в свой родной город Санок. Несколько лет после этого Бекшинский работал с бригадиром на стройке. Заинтересовался художественной фотографией, фотомонтажом и скульптурой с живописью. Создавал скульптуры из гипса, металла и проволоки. Фотографии Бекшинского стилистически были похожи на его будущие работы в живописи, представляя собой изображение морщинистых лиц, неровных ландшафтов, объектов с очень бугристой поверхностью, эффект от которых усиливался игрой с источниками света и тенями. Позднее Бекшинский сконцентрировал свои творческие усилия на живописи. Его первые картины относились к абстрактному искусству, но на протяжении 60-х годов он все более склонялся к сюрреализму. Картины художника нередко весьма велики по размерам и отчасти напоминает некоторые работы австрийского художника Эрнста Фукса. Практически все выставки Бекшинского проходили с успехом. Я цитирую в приводной Википедии. Произведения ранних 90-х годов в основном представляли собой серию сюрреалистических портретов и крестов. Они были не так детальны, как работы фантастического периода, но не менее убедительны и сильны. Во второй половине 90-х годов художник открыл для себя компьютеры, интернет, цифровую фотографию, на чем он концентрировался вплоть до своей смерти. Бекшинский всегда выполнял свои работы в одной из двух манер, которые он называл барочной и готической. В первой манере доминировало наполнение, во второй форма. Картины, созданные в последние пять лет жизни художников, в большинстве своем выполнены в готической манере. Его жена София умерла в 1998 году, а год спустя на рождественский сочельник 1999 года покончил жизнь самоубийством его сын Томаш. 22 февраля 2005 года художник был найден мертвым в своей квартире в Варшаве. На теле Бексинского было обнаружено 17 колотых ран, две из которых были смертельными. Вскоре после этого были арестованы несовершеннолетние сын коменданта его дома, его друг, которые позднее были признаны виновными. Известно, что незадолго до своей смерти Бексинский отказался дать деньги в долг этому юноше. Вот так вкратце из переводной википедии о польском художнике и фотографии Зиславе Бекшинском. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok